Ну и еще о Крыме. Согласитесь, странная, непривычная оккупация, почти без выстрелов, почти без потерь, она уж точно войдет в военные учебники, как вошла в историю. Хотя бы потому, что все мы сейчас разделились, и даже не на тех, кто стоял по разные стороны баррикад, а на тех, кто хочет сейчас жить по разные стороны границы. Тех, кто называют российские войска оккупантами, и тех, кто говорит, что они освободители. На этом фоне особенно драматичной выглядит судьба заложников, иначе не скажешь, что пришлось выдержать нашим соотечественникам, откуда они черпали мужество, оказавшись, по сути, беззащитными. Обо всем этом мой коллега Максим Кошелев. Она была аж тут. Диставали так, а была она аж вот тут сбоку. И тут еще не можно, тут три швы. Это подарки, оставшиеся после плена. В заложников стреляли из пневматического пистолета. Просто так, чтобы поглумиться, сделать больно и унизить. Организатор крымского Евромайдана Андрей Щекун пропал 9 марта. Его захватили на вокзале. Дальше все как в дешевом боевике. Пытки, допросы, издевательства. 11 дней в сером бетонном подвале. В перерывах между издевательствами водили на допросы. Они спрашивали о планах по срыву незаконного референдума, о связях с правым сектором. Не найдя связи, очень удивлялись. Но не укладывалось в голове у братского народа, что украинцы могут просто любить свою страну. Пытки усиливались. Посадили на стилет, привязали ноги для стильца, руки связали скотчем. И мне тут прицепили, я так понимаю, скотчем и электрические проводы. Они не винили, били, подключали струм. За период первой пытки, то есть моего допыта, я два раза падал с сельцем, потому что, ну, меньше отращающая сведомость, у меня это очень тепло. Утром 20 марта семеро заложников крымских сепаратистов уже были в Херсонской области. Часть из них попала в больницу. Оба они поступили со следами пыток, со следами, в принципе, это издевательства. Что касается здоровья Андрея Щекуна, здесь на первый план выходит обострение хронических заболеваний его. И это напрямую связано с теми пытками, с тем пленением, которым он, собственно, был. ПЕСНЯ После этих кадров полковник Юлий Маунчур стал героем для украинцев и врагом для русской армии. Командир бельбекского гарнизона добился своего, вернул контроль над захваченным россиянами аэродромом. Но потом было вот что. Окупационные силы перестали церемониться. Аэродром Мамчура брали с БТРами и спецназом. Командира похитили и больше трех дней продержали в пленок. Три с половиной дня в одиночной камере харчували, бельслово спілкувалися, задавали провокационные вопросы, на что получали провокационные ответы. Мы должны получить, ну, как я вижу это, получить от России ответ. На каком основании, ну, комментарии, на каком основании ее военные вообще занимаются какими-то арестами. Если Россия признает, что она покрывает и способствует и признает террористическую деятельность, а это террористическая деятельность, пускай об этом заявляет странно тоже генсаблея ООН. Заложниками в Крыму оказались не только те, кого захватили сепаратисты, но и те, кто просто остался верным своей стране, но забытым, несмотря на проявленное мужество. Если судьбой пропавших наиболее известных активистов постоянно интересовались журналисты и власти Украины, то о десятках других помнят только их родственники. Это другие заложники, которые все еще остаются в Крыму. Вот любительское видео, снятое летом родителями курсантов Академии ВМС Украины в Севастополе. Вчерашние мальчишки произносят первую в своей жизни серьезную клятву. Батальон, ревняйсь, струнка, думи складание висковой присяги, кроком, рычь! Служу украинскому народу! Никто из них тогда не думал, что проверку на верность присяги придется пройти так скоро. На плацу офицеры и курсанты поднимали Андреевский флаг, по сути, предавали Украину. Но сквозь звуки российского гимна внезапно прорвался дерзкий хор молодых голосов. Мама одного из них говорит, что в сыне не сомневалась ни на секунду. Мои друзья, знакомые, сотрудники, люди, которых я в очи не видела, телефонуют и говорят о том, что они гордятся моей дитиною, о том, что я правильно его выховала. И, конечно, после таких слов хочется плакать. У них, у ребят, все-таки иное впечатление. Они считают, что они не сделали ничего героичного, и поэтому ставление украинцев до них где-то перебольшено. Да учиться в Севастополе не сгибаемым курсантам, очевидно, не дадут. Они могли бы просто разъехаться по домам, но не хотят расставаться с теми, с кем стояли плечом к плечу в то утро. Никто не знает, что их ждет завтра, где они будут учиться, или они остаются вместе. Сейчас они в своих казармах. Уже вторую неделю Минобороны обещает их родителям перевезти верных Украине курсантов на материк. Но сроки перевода все время переносятся. Последняя назначенная дата – 3 апреля. Максим Кошлев, Геннадий Аникеенко, Сергей Еременко. Подробности недели – телеканал «Интер». Продолжение следует...